Восстановить славу рыбного края намерены ученые Дона. По статистике, сегодня житель России потребляет этого ценнейшего белкового продукта в разы меньше, чем в европейских странах. Когда восстановятся запасы Азовского моря и какие задачи у исследователей морских и речных глубин? Татьяна Бочарова встретилась с новым руководителем Азово-Черноморского НИИ рыбного хозяйства Николаем Господаревым и узнала все подробности. Базовое научное учреждение было основано еще в 1958 году. Символ былого благополучия в макете ведра икры, в солидности научных разработок и званиях самих ученых. Уставные цели и задачи института трудно перечислить, но в переводе на популярный язык они понятны всем. Основная его задача сегодня – это иметь понимание, что у нас с состоянием рыбных запасов, что у нас с состоянием, где рыба находится, кормовая база, состав там всех элементов. Затем развитие биоресурсов, то есть это есть пруды закрытые, разрабатываются технологии, что выращивать, чем их кормить. Затем основная, конечно, сегодня задача стоит – это восполнение наших ресурсов, которые мы утеряли. Ресурсы тают год от года. И не по причине браконьерства, как можно подумать, а более всего от техногенной деятельности человека. Сегодня строятся же дороги железные, автомобильные, перекрываются маленькие речки. Есть же речки, которые текут там под землей, есть какие-то водоемы, которые были естественные, сегодня они тоже все высыхают. И мы теряем весь баланс. Вот институт сегодня этими вопросами занимается. Множество лабораторий. Под микроскопом, по кусочку ушной косточки, рыбы, ученые могут определить ее возраст. Но главное, конечно, решение практических вопросов. Когда Азовское море наполнится рыбой? Ответ на этот вопрос ясен ученым. Пока не будет паводков на дону, пока цемла не будет давать воду весной, рыбы в Азовском море не будет. Чтобы были разливы, выход воды на пойму. Потому что нерест на залитой пойме, вернее, в русле реки, это 2% эффективность его от нереста на залитой пойме. Российские ученые работают в тесном сотрудничестве с украинскими и турецкими коллегами. Определить рыбные запасы территории общего пользования – первейшая задача. И, конечно, подготовить и внедрить свои рекомендации по использованию водных ресурсов Азова-Черноморского бассейна. Институт круглый год находится в море. Они делают отлов. Потом даются рекомендации теруправлению и министерству рыбы, которые распределяют квоты на вылов. Можно ли сегодня кильку ловить, можно ли сегодня бычка ловить. Состояние, как поголовье растет. Какой-то там зараза у них появилась, болезнь. Мы тогда это принимаем. В срочной мере. Как все, как в сельском хозяйстве, по коровам, свиням. Только это все связано с рыбой. А пока в институте полным ходом идет ремонт. Вскоре появятся новые аквариумы. А в естественной среде, возможно, увеличатся косяки ценных донских рыб. Татьяна Бочарова, Алексей Ануфриев. Главное новости. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому.